Добрый день, уважаемые любители спорта, физической культуры и здорового образа жизни. Сегодня с вами снова самая спортивная из региональных программ «Реальный спорт Ульяновск». И мы сегодня сыграем настольный теннис, потренируемся с олимпийским чемпионом по дзюдо. Обсудим тот факт, что самому молодому министру спорта в России исполнился один год. И да, мы нестандартные для себя обстановки. Сегодня мы в поселке Ишеевка, где новый проект Олимпийского совета Ульяновской области и Министерства физической культуры и спорта уже начинает свой старт. Так стартуем и мы. И прежде чем мы начнем наши сюжеты, давайте познакомимся с нашим почетным гостем. Здравствуйте, Рамиль Евгеньевич. Здравствуйте. – Категорически рад вас снова видеть в нашей студии. И спешите принять наши самые яркие и самые спортивные поздравления. Ведь год в должности от министра спорта – это не шутки без сна и много-много дел. – Спасибо большое, но это сложно, это интересно, но благодаря команде, которая рядом, намного проще решать многие задачи. – Какая самая главная заслуга министра, как собирательного образа, была за прошлый год? – То есть я сейчас должен похвалить сам себя за работу? – Ну, не знаю, я буду говорить, наверное, не за министра, а за министерство в целом. В том, что мы смогли объединить многих в единый кулак. Сначала мы победили там пандемию, потом мы победили многие соревнования и стали там чемпионами, призерами. Сейчас мы побеждаем инфраструктурные вопросы единым кулаком. Я считаю, что это все одна большая победа одной большой команды. – А вот когда вы заходили на пост, я помню, было достаточно амбициозное заявление о том, что чувствуя силу, вы хотите попробовать себя в тренировках каждой федерации. Удалось ли примерить какие-то спортивные костюмы и где-то себя попробовать? – Удалось. Порядка, наверное, сколько? 8-10 федераций мы прошли из 80. Работы еще много в этом плане. Я специально, то есть за год я сделал 8 федераций. Теперь считайте, вот сколько я должен еще лет поработать, чтобы успеть все. – 2021 год губернатор Мурильяновской области объявлен годом детского спорта. Мы знаем, что вы очень активно поддержите эту программу. Большое вам за это спасибо в первую очередь от наших ребятишек и их родителей. А вам удалось привезти олимпийского чемпиона, посла года детского спорта Арсена Галстяна к нам сюда, который провел самый яркий, пожалуй, мастер-класс и принял участие в открытом турнире, посвященном Герою Российской Федерации Дмитрию Разумовского. Об этом, кстати, наш следующий сюжет. Во втором этапе гран-при по Волжской лиге Кубка Симбирской Триумфы Энерджи, кроме участников из Приволжского федерального округа, также соревновались спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга. Соревнования посвятили нашему земляку, Герою Российской Федерации Дмитрию Разумовскому. Вчера были соревнования командные в Триумфе Энерджи. Мы все выиграли, наша команда, три схватки. В общем зачете наша команда стала вторыми. Соревнования проходили по нескольким весовым категориям в командном зачете. Успех победы во многом зависел от тренерских тактик идущей схватки. Каждую команду участников сопровождали их наставники и группа поддержки. Турнир также посетил прославленный дзюдоист, олимпийский чемпион, а также посол года детского спорта на территории нашего региона Арсен Галстян. Спортсмен провел мастер-класс для участников соревнований. Увидеть олимпийского чемпиона – это большое счастье и большой заряд энергии вообще. Особенно с Арсеном Галстяным. Это просто человек, энергетика которого передается, я думаю, было 300 человек примерно. И вот она переносла на всех. Сам Галстян остался доволен мастер-классом. Он отметил, что большинство спортсменов имеет хорошую спортивную подготовку. Когда мы проводим какие-то мастер-классы, они вдохновляют нас еще больше делать, потому что мы видим, как они радуются, мы видим, как они загораются. Напомню, 2021 год в нашей области объявлен годом детского спорта. В течение этого периода региональным Минспортом поставлена задача в проведении как можно большего числа мастер-классов, турниров и соревнований с именитыми и прославленными спортсменами нашей страны. Ну что ж, теперь мы знаем приемы дзюдуя, нам ничего не страшно. Но есть ли какие-то страхи и опасения в работе министра? Ну, страхи и опасения не то чтобы они есть. То есть сама ситуация, она всегда стимулирует к тому, что 24 часа в сутки нужно быть на связи, нужно быть готовым ко всему. Поэтому лично я всегда нахожусь в таком постоянном энергетическом подъеме. Анонсируя нашу программу, очень много было вопросов именно от Федерации. То есть, как мы любим говорить, вопросов из поля. Вот первый вопрос я даже прям зачитаю. Насколько ответственно относятся спортивные федерации к программам развития своих видов спорта? И не пора ли пересмотреть некоторые из них? Пора. Программа развития вида спорта. Пора. Если у нас аккредитовано, как я сказал, порядка 80 федераций, то у довольно-таки большого процента, я сам лично эти программы развития смотрю, они просто типовые, они не отвечающие ни критериям абсолютно, ни тенденциям. И сейчас мы вместе с общественным советом, с Олимпийским советом создаем комиссию, которую будем привлечь программу каждой федерации. И следующий год мы хотим сделать так, что федерация будет получать деньги, субсидирование, согласно своим программам и выполненным критериям. Спасибо. А теперь вопрос, видимо, от наших юных спортсменов. Если бы можно было перенестись в детство, какой вид спорта сейчас бы вы выбрали для серьезных профессиональных тренировок? Ну, я в первом классе пошел заниматься кикбоксингом на Ульяновском 2 в подвале. И вернись там в то же время, я бы опять пошел заниматься кикбоксингом в подвале на Ульяновске 2. Все виды спорта важны, все виды спорта нужны, а среди них есть еще и настольный теннис, о котором сейчас мы и расскажем. Главный тренер сборной Ульяновского государственного технического университета Владимир Буянов готовит своих подопечных Дмитрия Титова и Артема Белянина к главному старту учебного сезона, чемпионату России среди студентов. Подобные старты проходят в Ульяновске ежегодно, уже без малого 20 лет. Первое всего, это место, где можно чему-то научиться. Понятно, что всех не выиграешь, но всякие свои комбинации, навыки, схемы, подачи, приемы, можно тут отработаться. Несмотря на турнир в родных стенах, Ульяновский технический университет впервые за долгое время не выставил для участия женскую команду. В регионе попросту не нашлось игроков достойного уровня. Нынешний чемпионат России среди студентов не только выявляет сильнейших, но и более остро обнажает насущные проблемы регионального спорта. Команда проигрывает прежде всего, потому что у нас нет детского настольного тенниса, нет детских тренеров. Они приходят сюда почти никакие. Они здесь только начинаются учить играть. Вот поэтому ульяновским теннисистам очень трудно бороться за самые высокие места. В итоге мужская сборная технического вуза заняла только восьмое место при 12 коллективах участниках. Это значит, что право поехать на европейское студенческие игры в Белград в августе разыграли другие. Например, одна из путевок «Старый свет» досталась женской команде Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики из Самары, в котором лозунг от массовости к мастерству – не пустой звук. В холле перед столовой поставила столы, и там очередь стоят на переменах поиграть. Как они азартно играют. Они же не хуже профессионалов радуются любой победе, выигранному мячу. В целом за три дня в Ульяновске разыграли несколько комплетов наград. В одиночном разряде у мужчин и женщин, отдельно в паром разряде среди парней и отдельно среди девушек, а также в смешанном разряде. Получился своеобразный теннисный марафон, пройти который от старта до финиша под силу только самым сильным и выносливым. Ну, если честно, то немножко устаешь от такого большого количества игр. И даже не то, что физически устаешь, больше, наверное, морально, психологически. Этими самыми сильными и выносливыми стали команды не только из Самары, но и из столичного Ргувка, Магнитогорского технического университета и Тюменского индустриального университета. А Ульяновск будет готовиться к Кубку России среди студентов. Турнир пройдет в октябре нынешнего года снова на базе технического университета. Очень красивый и массовый вид спорта, к сожалению, пока не показывающий высоких достижений, но всему свое время. А мы переходим к следующему вопросу. Не пора ли создать комплексную спортивную школу и включить подобные виды в ее состав? У нас есть такая цель, есть такая задача, и она нам интересна. Создать комплексную спортивную школу по олимпийским видам спорта. У нас есть школа не олимпийских видов спорта. Мы видим там, какие результаты приносится, когда все сконцентрировано в руках одного руководителя. Поэтому такие задачи есть, и мы делаем сейчас просчеты, сколько это будет стоить нам, чтобы мы понимали, какая программа, какой бюджет федеральный, региональный может нас поддержать в этом вопросе. Будем ее решать вместе. Вопрос вот такого еще характера. Вы часто путешествуете по стране, и на ваш взгляд, отличается ли реальный спорт Ульяновска от спорта в наших регионах, ну, например, в соседних регионах наших соседей? Ну, если мы берем соседние регионы, там, Татарстан, то мы все прекрасно знаем, какие там условия для развития и какие базы по отдельным видам спорта там сейчас есть. Если взять Саранск, то мы видим, какие там базы, но там нет спорта, в принципе, профессионального. Поэтому, если взять Привожский федеральный округ, то мы, в принципе, я думаю, в тройке. По массовости, в тройке, по спортивным успехам и по тем задачам, которые есть. И то, что мы уже реализовали, мы, наверное, будем одни из лучших вообще, в принципе. Ну что ж, хорошо. Получается, в каждом регионе есть свой проект. И, кстати, вот об одном из таких проектов нашего региона наш следующий сюжет. Министерство спорта региона совместно с областным Олимпийским советом приступили к реализации нового проекта, подобных которым в России пока нет. В каждом районе области будет создано свое отделение Олимпийского совета. Каждый район выберет свои базовые виды спорта. Каждый район получит под эти виды спорта тренерские ставки. Олимпийский патруль, именно так называется проект, делает ставку на село. У нас в Ульяновской области три олимпийца, три чемпиона. И все они выходцы с районов. Константинов с маленькой деревушки. Крылов из поселка. Захаревич с Меликесского района. Значит, где мы будем черпать таланты? У вас. Олимпийский патруль начал свой путь с Ульяновского района, который славен своими спортивными традициями. Уже сейчас говорят о возрождении футбольного клуба «Текстильщик». В сентябре к сдаче готовится фокс с бассейном. Решено, что в каждой школе Ульяновского района последним уроком будет плавание. А еще администрация района приняла решение поддержать своих спортсменов в героях финансово. Сертификат на 20 тысяч рублей получил победитель первенства ПФО Борис Вольник Ревкат Сыраев. Именно борьбу, а еще лыжный спорт, хоккей с мячом и дзюдо общественность Ульяновского района выбрала в качестве базовых. В Салмановке и Беденге занятия проводит мастер спорта России Рафаэль Валиулин, который ставит перед собой и своими подопечными амбициозные задачи. Все-таки дети талантливые. Есть физические задатки, есть таланты. Будем прикреплять к этим талантам наши умения, опыт. Я думаю, что мы сумеем сделать членов сборной России, чтобы представлять нашу страну на мировых первенствах и чемпионатах. В Салмановке секция дзюдо ютится в небольшой комнате местного дома культуры. Но именно благодаря Олимпийскому патрулю все может измениться. Поддержка гарантирована на самом высоком уровне. В апреле месяце у нас приезжает министр спорта Российской Федерации. И мы в присутствии его подпишем соглашение о строительстве пяти быстро возводимых фоков малобюджетных. Чтобы взаимодействие и координация работы в спорте были не на словах, а на деле, подписали трехстороннее соглашение между Минспортом, Олимпийским советом региона и администрацией Ульяновского района. Местное отделение Олимпийского совета доверили авторитетнейшему учителю физкультуры из Ишиевки Александру Макарову. А вот подпись на флаге, который как эстафетный олимпийский факел будет переходить от района к району, поставил Владимир Кузин. Я думаю, что у нас это все получится. Потому что Ульяновский район и Ишиевка особенно умеют и знают, как готовить мастеров, как готовить спортсменов. И у нас их очень довольно-таки много. Итак, Ульяновский район стал первой точкой на карте Олимпийского патруля. Следующая станция – Майинский район. Флаг Олимпийского совета глава администрации Ульяновского района Сергей Горячев передал исполняющему обязанности главы Майинского района Александру Волкову. Планируется, что за два года Олимпийский флаг объедет все районы Ульяновской области, а затем будет передан в музей региона. Наверное, в завершении нашей передачи самый ожидаемый вопрос. Какие планы на 2021 год стоят перед Министерством спорта? И собираетесь ли вы в Олимпийский Токио? Если у нас поедут спортсмены на Олимпийские игры, то мы, конечно же, подадим список делегаций Ульяновской области для участия в церемонии открытия в самих соревнованиях. Что касаемо планов, то они отчасти будут перетекать из 2020 года для реализации в 2021 году. У нас большие планы, и они важны для нашей сферы. Это интересно, и я думаю, мы будем все это вместе с вами делать. Поэтому реальный спорт будет в нашем регионе развиваться. Большое спасибо. Мы желаем вам огромной удачи в таких сложных проектах со стороны спортивной общественности. Думаю, скажу за всех, как сможем будем помогать в их реализации. И в качестве талисмана реального спорта Ульяновска разрешите вам сделать подарок. Наш символ и логотип. Спасибо большое. Буду носить на новые виды спорта, которые еще у меня осталось порядка 70. В этой майке тогда? Договорились? Ну что ж, дорогие друзья, а на этом события реального спорта Ульяновск на сегодня заканчиваются. Чем нас порадует будущая неделя, вы узнаете из следующих выпусков. Реальный спорт Ульяновск. Казахстан.